МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Коммунальный патруль и его ведущий Кирилл Политов. К нам в редакцию поступает множество жало под жителей края на бездействие управляющих компаний. Сейчас мы и покажем их работу, а точнее ее отсутствие. Смотрим. Потоп с запашком, как подвал здания утонул в экскрементах. Объявился, сколько барнаульцам пришлось ждать нового остановочного павильона. Несуразная зебра, почему черно-белая легла не по правилам. И первый наш пример о том, как дорожники работают в минус. На одной из улиц Барнаула появился не совсем обычный пешеходный переход. И тут, как в старой сказке, с тремя вариантами пути. Прямо пойдешь в дерево, упрешься влево, газон потопчешь вправо, наткнешься на столб со знаком. Каждый день на этом самом месте пешеходы делают нелегкий выбор. Казалось бы, вариантов много, но на деле он один единственный. И проблема здесь вовсе не в наличии препятствий, а в том, что ПДД приходится каждый раз нарушать. По правилам, перейти эту дорогу на пересечении улиц Молодежной Ядринсова почти никогда не получается. Немного бы правее нанесли разметку, и все было бы хорошо. Вот такие они, нелогичные мастера, промахнулись. Продолжим дорожную тему. В Барнауле нашелся остановочный павильон. Напомню, еще несколько недель назад горожане объявили его в розыск. За помощью обратились к нам в редакцию и сообщили приметы. И вот на месте, где жила потеряшка, поставили новый каркас. Далее рубрика «Постфактум». Операцию «Внимание! Розыск!» остановочного павильона объявили барнаулицы, проживающие в районе больницы «Трансмаш». Пропажу обнаружили на улице 80-й гвардейской дивизии. Конструкция скрылась в неизвестном направлении. Тогда с телеэкранов мы передали основные приметы потеряшки, однако никто так и не откликнулся. Около месяца пассажиры ожидали транспорт стоя, нет, не под навесом, а под зонтами и палящим солнцем. И вот, наконец-то, на этом месте появился новый павильон. Справедливости ради скажем, что замену дорожники произвели весьма оперативно, хотя, конечно, не так быстро, как хотели бы горожане. К другим темам. Восстание микробов случилось в Барнауле. В одном из домов краевой столицы наружу вылились зловонные стоки. Подробности ЧП смотрите далее. Опускаемся на несколько метров под землю. Это подвал дома с номером 34 по улице Парковая. Грязный фонтан не прекращает бить ни на минуту. Образовалась одна большая яма с фекалиями. Роль мостика сейчас выполняют несколько деревянных поверхностей. Шаг влево, шаг вправо, и можно погрузиться в убойный коктейль. В случае необходимости подойти к приборам учета не представляется возможным. Да и воздух здесь буквально пропахнет частотами. Люди на первых этажах просто задыхаются. В управляющей компании ЖЭК, по словам жителей, причин для беспокойства не видят. Вот эта труба, как нам сказали, ниже, чем канализация. Это надо все чистить, это надо новые трубы прокладывать. Почему не прокладывать? Неохота. В рубрике «Коммунальный ликбез» мы продолжим эту тему. С нами на место порыва выехал опытный эксперт Артем Чаузов. И вот какой совет юрист дал отчаявшимся барнаульцам. Чтобы вашу ситуацию решить, есть два решения. Вот то, что выбегает, вот эта вот канализация, вот эти фекалии, то здесь нарушение санитарных норм и правил. Нужно обращаться в Роспотребнадзор для того, чтобы вашу управляющую компанию привлекли к административной ответственности. А для того, чтобы устранили повреждения в трубопроводе, углеводоотведения, нужно обратиться в жилищную инспекцию жалоб. Тогда они уже выпишут им предписание и будут устранять эту аварийную ситуацию. То есть в администрацию города, да? Нет, в жилищную инспекцию Алтайского края. Это она находится на Крупской, 101. Пишите жалобу, что описываете ситуацию, бежит канализация, ничего не устраняется. То есть из труб постоянно бежит вода. Идет затопление подвальных помещений. А чтобы устранили вот этот запах, откачали саму вот эту канализацию, нужно обращаться в Роспотребнадзор, потому что организация находится на Максиму Горькову. Знайте свои права и заставляйте выполнять обязанности недобросовестной управляющей компании. Если вам удалось снять на видео коммунальное происшествие, или вы бы хотели пожаловаться на бездействие мастероп, звоните к нам в редакцию по номеру в Барнауле 659-129. И помните, коммунальный патруль всегда на страже чистоты и порядка. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова